415 на месте вызова принято 415 на месте вызова здравствуйте друзья сегодня продолжаю обзор и реакцию на пожары в различных странах городах и так далее предыдущему ролик по обзору пожара не сказать чтобы произвел какой-то сильный ажиотаж но интерес какой-то появился мне порекомендовали посмотреть следующее видео сделать реакцию на работу пожарных вот на этом видео тоже я так понимаю соединенные штаты ну давайте посмотрим я единственно что включу вы знаете что у нас есть яндекс браузер где есть перевод английского языка но любого другого языка на русский чтобы понимание шло что там говорят и что делается я включу перевод извиняюсь конечно конечно за то что перевод достаточно корябый всегда бывает особенно когда идут идет перевод каких-то специфических фраз сленга профессионального и так далее да ну хотя бы мы будем знать в каком направлении думать да там уже будем додумать ну давайте картинка начального экрана вот такая впечатляющая дом горит смотрю хорошо давайте так перевод все переведем включен давайте посмотрим так я смотрю что вы ребята продолжайте двигаться вперед прямо там стоит гигантский баллон с пропаном так газовый баллон имеется смотрю линия магистральная проложена до плюс справа уже какое-то здание погорел а то ли сарай то ли какой-то тоже большой домик да и горит трехэтажный ну не скажу это коттедж но барак да знаете момент какой сразу непонятен горит много и смотрю уже долго да а линии магистральные вернее рабочей линии к дому до сих пор не проведена то есть либо пожарные получается только подъехали значит тогда уже сколько по времени дом то горит если он полностью охвачен пламенем ну с учетом того что он даже такой деревянный такой до постройки пятой степени огнестойкости как говорится но чтобы ему так разгореться это ну минут хотя бы 20 надо как минимум то есть 20 минут плюс минус машины только подъехали получается сразу понятно что угроза дому соседнему да по идее технически по приезду любой пожарной охраны нужно сейчас ставить на защиту здания спасать дома уже смысла нет согласно нашим документам российским то есть данном случае мы дом уже не спасаем а спасаем то что можно спасти то есть соседнее стоящее здание здесь мы уже видим что тут ловить нечего дом не спасти три дома охвачены огнем это настоящая боль три дома охвачены огнем ну третье я пока не вижу может где-то еще в стороне есть это улица тейлор роуд на бетилл айланд вижу вот почему-то обратите внимание сейчас я немножечко вернусь непонятные действия вот видите вот с левой стороны пожарный проливает ну на защиту я так понимаю встал только еще что он тут делать то не могу понять почему с этой стороны туда уже огонь прошел по верхним этажам или что почему он не делает защиту дома со стороны огня вот именно с той стороны но не готов сказать может быть там что-то виднее ему с той стороны поэтому просто немножко вот этот момент непонятен никто смотрите обратите внимание не эвакуирует не ничего из соседнего дома до какое-то имущество людей нету они скорее всего эвакуированы вот машина стоит машина стоит почему бы ее не тащить эта улица тейлор роуд на бетилл айланд машина в нормальном состоянии хорошая новенькая опять же я не буду принимать во внимание комментарии все застрахована все это фигня когда застрахована застрахована ну надо выполнять свою работу спасать имущество по возможности все это не отмазка все застрахована тем более тут ничего сложного нет цепанул машину отогнал если она там допустим не на парковке просто руками оттащить пожарных не вижу машины стоят ну грубо говоря оцежки до водовоза вот ходит боец 2 боец ну второй дом можно сказать что они сейчас потеряют запросто отлично еще и жахнула жахнула почему потому что не ослужали то есть стволы не были поданы тем более первоначально мы слышали только что закончился баллон с пропаном руководитель тушения пожара скорее всего или по крайней мере какое-то должностное лицо он знал о нахождении баллона пропаном там привет тони как у тебя было сделано то есть не подавался ствол на здесь чертовски жарко так что я собираюсь сделать эту штуку погромче я весь горю еще один автомобиль смотрите вот они в машина вообще как-то непонятно относятся мало того что можно спасти машины потому что я просто это чье-то имущество да может быть последнее чье-то имущество там кредит я там и тому подобное так это же еще и источник дополнительной угрозы согласитесь который может жахнуть свое время может быть у него там стоит там будем газовое оборудование к примеру это же опасно в первую очередь для самих пожарных в атак гонят отгоните это все дело что вы на не смотрите вы можете это спасти как бы немножко непонятно давайте посмотрим дальше так ну склейка произошла до видео то есть скорее всего подъехала какое-то подразделение рукавов много но стол я вижу пока один я вот не понимаю зачем он тушит не как бы понятно что тушит тут нужно спасать соседний дом то есть становиться вот от машины грубо говоря да вот справа возле машины и проливать стену которая может сейчас вообще разгореться хорошо и ты же знаешь что дом горит не так ли почему-то это пытаются тушить тот дом ё-моё да их тут немерено людей-то и машин не вижу пожарных гидрантов или от чего они питаются если от машина c то как бы я понимаю что скорее всего да может быть там проблема с водой но машин достаточно много поэтому но пока воды должно хватать но тем не менее стволы не работают по идее район должен быть полностью обесточен здесь электричеством понятное дело не знаю как это делается когда это делается но мы бы уже конечно это все отключили я надеюсь у них тоже это все отключено вот здесь то ли дом стоял то ли сарайчик если дом и он уже это может привести к взрыву ты понимаешь что я имею в виду он блять не похож на сломанный обезболивающий баллон блять блять извини за мою ногу я не хочу чтобы меня этим ударили это яндекс с этой стороны люди подошли до душа это мне все равно нравится как она выглядит спереди там внизу все выглядит лучше это уже получается тот второй дом уже так загорелся да упустили получается это дело но стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп подождите с водой то я так понимаю проблем то нет мне вот показалось что вот здесь вот слева да какой-то водоем что ли да да вот обратите внимание под мостом вот там дальше то ли яхта да то ли лодка то есть тогда вообще не понимаю я вообще не поймем воды немерено всего немерено ну давайте посмотрим может получается сейчас лафетные стволы вот эти внизу которых не лафетный стол у них там стоит я не вижу работает от суда погнать блин ребята научу через насос работает ствол то есть и причем воды можно лить хоть залейся воды не ограничено получается пожарных много вот они сейчас опять подал начинает тушить вот этот дом уже видно что этот дом потерян вы почему не защищаете соседний дом вот этот рядом стоящий не проливаете уникает уже от этого дома опять возьмется еще этот загорится а вот и неплохие боеприпасы вы посмотрите они все тушат дом то есть они профукали уже тот дом посмотрите еще в конце в конце давайте вот вот еще что-то уже загорелось здесь то есть они сосредоточены на очаге пламени а то что соседние дома могут загореться они этого не видят или у них как-то тут надо проливать полностью вот эту сторону правого дома потому что температуры которые здесь происходит горит вот это здание она просто займется и вот этот дом еще загорится сейчас надо срочно перекидывать два-три ствола может быть и побольше тем более воды тут я смотрю достаточно перекидывать на защиту вот этого дома слева вот это слева где давайте вот этот дом уже уже вот про этот дом надо думать уже надо думать вот про этот дом который слева находится вот стоит посередине с левой стороны потому что судя по тому как они работают это очень опасно они работают то есть мы видим что они уже профукили профукали вот этот дом 2 хотя могли но тяжело было но могли его хотя бы минимизировать то есть отбить если подали бы кучу всех стволов которые у них есть на вот эту сторону дома на правую может быть могли бы спасти сомневаюсь конечно но тем не менее уже жар достаточно большой но вот этот дом точно можно залить и полностью спасти 3 я надеюсь они это но понимают осознают машина до сих пор стоит чем машина то никто не эвакуирует хотите чтобы у вас она взорвалась прям под носом что ли не могу понять вот вот машин мужик догадался да угнать машину охренеть смысле не разрешили что ли машину угонять у нас двойная самка 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 я даже не знаю возьми у них по одной штуке у мужика была здравая мысль отогнать машину вы чё творите ты понял хозяин машины походу для меня это прям загадка может я что-то не знаю давайте посмотрим дальше и а как в и а и и и я вот знаете ну никогда нельзя потушить пожар который горит внутри поливая его снаружи но это бред это так можно защищать строение до чтобы не перекинулся огонь но как вы может как вы тушите огонь горит уже внутри дым валит черный они льют просто воду на стены очень-очень странно я бы не сказал что это какие-то волонтеры там или добровольцы вроде по снаряжению видно как бы профессиональные пожарные и какие-то такие бестолковые ошибки и непонятные действия если честно меня удивляют знаете вот у нас может быть в россии сложился такой стереотип что пожарные соединенных штатов это очень крутые ребята вот и все им показывают они в качалках там них замечательные такие пожарные части вот кстати обзором недавно так делал там серьезно все хорошо в этом плане то есть материальное обеспечение на высшем уровне машины посмотрите все-таки классные блестящие там все так хорошо форма посмотрите снаряжение идеальное нам такого еще до такого жить и жить так как говорится всем вон на фашированные фонарики радиостанции у каждого там снаряга сброя все есть он уже начинает сходить с ума знания и умения что-то смотрю по моему нет никогда прямо слова совсем как они учатся вроде показывают а я смотрел обзоры что учатся они вроде хорошо и скрытие машин там и вскрытие дверей без за что это все только научение конечно может быть все хорошо у них учатся я я вот сейчас вот просто сижу в шоке не понимаю дом потеряем не могу сказать что его можно было спасти но процентов 70 можно было спасти дом и я тебя понял мне нужно раздобыть фотографию инопланетянина неужели это невероятно в этом месте все шло своим чередом еще до того как мы выехали отсюда и все это на самом дальнем расстоянии от оукли время есть смотрите спасти еще один дом я думаю что это не заставляй нас стоять здесь сложа руки мы встаем между вами ребята вы ребята ничего не можете с этим поделать мысли ничего не можете поделать вот сюда с этой стороны с той стороны где-то озеро поганая поставьте стволы лейте на соседний дом часть стволов на соседний дом я думаю что прямо сейчас мы начнем облагать налогом нападения нет я не понимаю я я номер 112 на счет 3 они будут просто ждать когда закрыться еще один дом что да мы все еще испытываем здесь трудности у нас либо июль либо мы застряли на том не когда была начата работа нужно сбросить осадку чтобы мы могли выйти и убедиться что у нас нет денег но мы все равно можем оказаться слишком высоко на возвышенности а как насчет лодки я понял что мы только начали и вот мы здесь опять опять никто ничего не делает один ствол там какой-то время что-то пытается работать сейчас здесь уже три дома а также пожарная лодка и все такое прочее хорошее барахло я пока еще не знаю точно пожарная лодка вызвали в любом случае пока мастер как пока пока я слишком высоко забрался или что-то в этом роде как у вас дела сэр вот что я могу для вас сделать я иду домой нет ты должен вернуться обратно вот этим путем я могу по такой затишье могло бы быть если бы машины сейчас израсходовали весь запас воды и поехали на заправку да просто я я возмущен я просто возмущен но вот где стоят двое пожарных да вот вы видите на бугру там за ними находится водоем то есть то ли озеро то ли там река то ли еще что то я не знаю что там находится но воды там немерено может там лодки находятся у них есть машина стоит на бугру качает насосом воду мы видели работал ствол то есть можно поставить машины в перекачку сюда на дорогу с этой стороны тушить с любой стороны воды немерено что почему все зависли я не могу понять дом смотрите вот этот который горит посередине он просто сейчас зай дойдет до края то есть с левой стороны он загорится и не дай бог может загорелся и еще 3 дом просто чтобы этого не произошло просто остаётся слова с одной стороны с другой стороны со стороны озера со стороны машин и начинают отбивать этот дом прям лить водой безбожно воды немерено это можно сделать заливать эту сторону дома и заливать эту сторону дома почему никто не шевелится я не понимаю я не понимаю может у них задача это подождите это даже не халатность это уголовное преступление это любой суд по крайней мере в россии пожарных бы посадили за это дело я вот прям со стопроцентной гарантии говорю все в порядке машину так и не отогнали там уже по-моему на нем стекло по-моему полупалась да будь осторожен чувак ты что весь день сидел там и смотрел что происходит чувак это было просто безумие я имею в виду что на видео все именно так и обстоит они просто стоят и смотрят ну вот он льет куда вот он льет льет сверху на черепицу да там на крышу ли там что там профлист то есть он огонь не тушит он пытается охладить в таком пожаре охладить крышу ну в чем смысл ствол должен игру поливать эту сторону дома и дома в сторону дома который не горит но сейчас же перейдет огонь на третий дом одного ствола явно мало ставьте туда 3-4 ствола заливайте все пока есть время я я может я что-то не понимаю не знаю это просто какой-то сюр сюрреализм магистралки почему-то как бы пустые я смотрю воды нет почему нет я не знаю опять же говорю с учетом того что там находится озеро или что там какой-то водоем и не организовать бесперебойную подачу воды я не знаю как учат пожарных соединенных штатов можете вот у меня пожарная часть находится в маленькой деревне но у нас такого беспредела нет так подключили я так понял воду или автоцистерна уезжала на заправку либо еще что-то но опять же говорю бесперебойную подачу воды можно было организовать с озера ну как бы начали проливать это хорошо но они почему-то вот не проливают сторону вот на которой пожарные находится на балкончике да вот эту сторону нужно проливать со страшной силой сейчас уже только как огонь выйдет на открытый простор очень огромная вероятность что загорится третий дом очень огромная вероятность вот после температурного режима загорится 1 2 3 4 машина автоцистерна только с этой стороны стоит плюс 1 5 стоит на стороне водоема которую воду подает как же это получается что эта штука до сих пор не исчезла если вы про огонь тушить не умеете эта штука не исчезла так прошло еще какое-то время да все-таки это вот второй дом который я так понял уже выгорел затлада так о чем же вы ребята думаете по какому поводу а какой вместимостью располагает наш грузовик мне интересно сможем ли мы переработать еще больше воды очень интересно слышать от руководителя тушения пожара сколько у них объем автоцистерны это наводит на мысль о его компетентности посмотрите баллончики на у них хорошие и каски нарушение требования безопасности без крак работает да ну ладно это их проблемы и радиостанции у каждого есть все есть нам бы такое снаряжение и наши знания в тушениях нашей пожарной службы вообще бы цены бы не было несравнимо было бы ни с кем я так смотрю судя по этому видео мы в некотором роде независимы и спереди у нас больше как голов выше так что если это сработает то это сработает ребята я выхожу на переднюю площадку привяжу ее к микросхеме и сообщу им где мы находимся хорошо мы разберемся с этим по порядку хорошо да 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 давай продолжай и как только мы разберемся в этих строках и строчках именно это и подкрепляется тем что происходит прямо сейчас да у них там воды столько что можно затопить тут всю эту деревню мои поздравления с чем поздравляют я не могу понять прогуляйся по территории круизы и убедись в этом мы именно это и пытаемся сделать а что ты видел у меня на глазах у меня еще не было возможности ни на что посмотреть у меня здесь такой хитроумный сервис слушайте но дом вроде тот 3 отбили я так смотрю машина скорее всего вот это от жара уже восстановлению не подлежит хотя задней части я иду прямо за тобой по пятам ну я так думаю конечно ошибаюсь машину можно было отогнать еще тогда что они там ну да он видите бампер бампер маленько оплавился там уже висит по пятный ствол работает раньше почему-то его не было ну смотрите пацаны все такие накачанные да отличный апгрейд чувак вообще отлично хорошо я просто возьму фотоаппарат с собой у нас есть для тебя хорошее видео это и есть твое видео неужели именно это ты берешь на себя ну что с этим поделаешь до вот они вот это вот питаются от водоема то есть технически это ну вот и все самого начала пожара да то есть по крайней мере они не шевелятся на водоисточник на постоянной да то есть чтобы была без перебудовая подача воды но скорее всего я думаю они это сделали но опять же если они это сделали непонятно почему машины так долго простаивали вот со стороны дороги меду мало воды было можно было провести туда магистралку бросить и запитывать постоянно машины которые находятся на дороге я очень сильно удивлюсь если они эти машины ездили куда-то заправляться далеко имеется ввиду если здесь стояла машина одна то можно было бы сразу сюда поставить и вторую машину для перекачки то есть проезд на набережную есть мы это видели я добавлю ее к этому списку через минуту еще не все закончено оказывается что то я по моему рано порадовался что третий дом они спасли сейчас еще все может разгореться нафиг вот это да что то я знаете ребята сказать что я поражен ничего не сказать я даже не знаю как это комментировать но большей непрофессиональность непрофессиональности я не видел пока но из того что я смотрел да это сейчас давайте с мыслями попробую собраться в общем я могу сказать так если вся служба ну хотя одну не может быть чтобы все пожарные соединенных штатах так работали но я вот попадается мне второе видео и от второго видео я тоже как-то в шоке может быть так мне просто везет так попадается я могу сказать что ну вроде бы вот какой знаете 11 сентября да да вот героически пожарные там этого не отнять то есть пожарная служба в соединенных штатах тот момент зарекомендовала себя ну с наилучшей стороны действительно были герои и так далее вот здесь что-то мне честно говоря не понятно вообще вообще непонятно я так думаю что может быть это какая-то просто просто стереотип у нас создался такой что в соединенных штатах отличные пожарные потому что все время показывают их великолепные пожарные части да депо все там как с иголочки и нафаршировано там и мебель хорошая и как бы оборудование хорошее и все у них там есть и парамедики там есть и лекарства есть там у парамедиков и машины такие все новенькие чистенькие оборудование всякого разное и лодки там на некоторых есть до пожарных частях и но все есть все есть и баллоны и все они вот занимаются спортом а вот результата я не вижу вот этих всех мероприятий результата я почему-то не вижу уже сколько который раз посмотрите кстати вот мой обзор ссылочка будет в описании канала когда я там делал обзор по пожарной части ну красота красота в пожарных частях красота но эта красота должна как-то делать людям добро я не знаю я просто как бы немножко так небольшом шоке пребывая поэтому не могу сильно сформулировать вы мысли вы меня конечно я надеюсь поняли что ну так работать нельзя я прошу вас дайте еще несколько ссылок на какое-то видео на котором можно было бы сделать обзор очень прошу покажите мне хоть какое-то видео где ну пожарные молодцы где пожарные соединенных штатов молодцы давайте как-то нельзя все время один негатив показывать давайте покажите мне пожалуйста я сделаю обзор и может быть немножечко успокоюсь потому что ну такая такая противопожарная служба не должна быть такой большой стране но это это позор это позор все спасибо большое за внимание жду ваших комментариев что вам понравилось в этом видео что не понравилось как вы думаете кто там прав кто виноват что можно было еще сделать что они сделали неправильно или может быть я что-то прокомментировал неверно вот опять же хочу пригласить всех кто знает английский язык хорошо ну более-менее нормально не так как я со словарем хочу пригласить вас поучаствовать в изготовлении субтитров потому что ну я честно говоря небольшой специалист в английском языке поэтому очень много я думаю так ошибок в титрах будет вот поэтому на постоянной основе конечно денег платить не смогу вот на добровольной основе кто хочет помочь пожалуйста развитию канала естественно я вас буду указывать как соавтора тех или иных видеороликов все спасибо большое до новых встреч встретимся на канале на мужский пожарный а а а а а а Продолжение следует...